О подвиге курсанта военной академии Дмитрия Гвишиани помнят многие, хотя с тех пор прошло почти 23 года. Молодой брещанин вместе с друзьями возвращался на учебу в Минск после летних каникул. Под станцией Драгичин загорелся тепловоз и Дмитрий с товарищами пытались тушить пожар, но в итоге юноша пострадал от взрыва топлива. Наш сын получил ожоги несовместимые с жизнью. И с 31 на 1 сентября в госпитале он скончался. Имя нашего сына курсанта общевоскового факультета военной академии Республики Беларусь многократно увековечено. И пример этому родной город Брест. Наш сын Брещанин во втором поколении. В городе Бресте его имя названо школа номер 30, выпускником которого он был. Пешеходная аллея. И плюс тепловоз курсант Дмитрий Гвишиани находится в музее железнодорожной техники города Бреста. Да, боль утраты единственного сына в сердце родителей останется навсегда. И эту тяжелую скорбь на время смягчает то, что память об их сыне-герое живет до сих пор. О нем знают. О его подвиге помнят. И торжественное открытие таблички с QR-кодом очередное тому подтверждение. Считаю, что это достаточно важная акция для нашей молодежи прежде всего, потому что она помогает ближе, стать ближе к подвигу, скажу так, к подвигу тех, кто его совершал в разные годы. Я горжусь тем, что сегодня участвую в митинге, посвященном открытию девятой таблички «Цифровая звезда». Республиканский проект «Цифровая звезда» очень значимый для нас проект, потому что он реализуется на территории республики, конечно же, нашей области. Мы активно включились в данную работу, потому что действительно он позволяет молодежи, так сказать, увидеть тот или иной памятник с другой стороны. Потому что сейчас мы знаем век информационных технологий, у каждого молодого человека есть гаджет, и вот просто приведя на QR-код, он может получить сразу информацию о памятнике, о герое. В данный момент, конечно, мы открываем табличку нашему брещанину, знаку, фигуре, очень важному человеку, я считаю, пример для каждого брещанина – это Дмитрию Гвишани. В торжественной церемонии приняли участие родные и близкие Дмитрия, представители местных органов власти, военнослужащие Брестского гарнизона, общественных организаций города, учителя и школьники. Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили минуты молчания память человека, подтвердившего известное изречение о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Дмитрий Гвишани Уже более 20 лет наше учреждение образования чтит память о Дмитрии. Конечно, самый главный уголок в нашей школе – это музей боевой славы, где главная экспозиция посвящена жизни и подвигу Дмитрия Гвишани. В этом же музее у экспозиции мы проводим уроки мужества, мы проводим классные часы, мы принимаем гостей. Очень много ребят из города Брестского района, области, даже из республики посетило наш музей и прикоснулось вот к этому историческому моменту, к истории нашего времени. Это очень геройский человек, он спас многих людей из жизни. Мы должны чтить его память, потому что это очень глубокий и очень важный подвиг для нашего белорусского народа. Жизнь скоротечна, а память вечна, а потому увековечить историю героев – это долг каждого из нас.